ребят всем привет сегодня сниму полный цикл именно напрямую с камеры как происходит процесс подготовки к гравировке жетона тоже сама для собак будем делать такие вот таблеточки покажу как все это проходит как я делал настройки какие-то моменты манипуляции и не прерываясь на камеру также сниму сам процесс гравировки в принципе вы будете присутствовать онлайн режиме горит сразу ролик будет очень длинный поэтому готовьтесь по обложительной версии параметры которыми указаны в этой части либо в этой части параметры будут метки отношения напрямую к станку именно с излучателем g5 мощности 50 ватт что касаемо приобретение самих станков либо еще чего-то будете можете обращаться ко мне то есть подскажу расскажу без проблем в данной ситуации мы сейчас будем делать гравировку вот это вот шаблона и потом его нижней части сразу скажет меня здесь подготовлена уже отметочка вечер отметочка подготовлена под сверление до кольца в дальнейшем я сейчас еще сделал одну хитростой на это качество затея для моих заказчиков я этим именно лазером пропиливаю еще глубже отверстие с помощью такого макетика небольшого то есть сделано две накладки 2 2 макета под 90 градусов то есть таким способом зашликовка идет и под 0 градусов это в горизонт и две чистки сделан гравировать давайте разберемся по поводу самого кета мне надо облить с контуровкой у меня два контура почему-то казалось с этим общего 0 в 1 оставляем даже три контура так вот находим его в левой части нам в дальнейшем придется его удалить он нам не нужно будет лишний таким глубоким способом белом протаски а не вот мы нашли его помечаем раньше помню исполнитель предыдущих роликах там поднимал выше ниже здесь я сделаю проще назову вот так вот цифрами 1111 сейчас мы что делаем выделяем весь макет исключаем из него 111 делаем его маркером розового цвета потому что в данной ситуации нужно розовый цвет остальные все мне заняты под другие задачи и делаем за штрихов плотность будет три сотых угол первыми вот эти в ноль с маркировкой контуров идеально без маркировки контуров сделано что они здесь лишние слишком большая детальность маркировка контуров сожжет всю красоту есть первая заливка у нас не получилось потому что у нас есть лишнее колечко берем это вот лишнее колечко нужно убрать дважды но здесь реально мешается есть еще раз еще раз еще раз убираем цифру 1 нашу делаем заливку смотрим что получилось да отлично получился хороший вариант не ступайте на залился черным цветом мы делаем фиолетовым цветом control c нажимаем на него control c control в копируем наш макет один раз вниз один раз влево центруем и здесь в этой части мы меняем с угла 0 меняем на угол 90 просто нажимаем применить применяется описание черного цвета меняем на фиолетовый цвет и и теперь наша задача какая наша задача прежде чем что-то мы будем делать дальше на строчке в принципе давайте так и на разделе потом удалим просто по факту вот эти два нижних макета имеют прямое отношение к нашим горам мы их выделяем control c control в потому что мы будем делать два слоя гравировки и два слоя чистки разными глазами нажимаем синий синий цветами заточены непосредственно под чистку задумался у нас все готово сделано почистку параметры чистки смотрите 1520 на 100 килогерц параметр гравировки гравировку будут поверхностно не прям глубокая идет 400 на 80 и частота 50 по сути все готово мы еще отцентруем этот наш глубокий вырез то есть глубокую гравировку отверстия и совместим ее здесь конечно не попаду потом надо максимально увеличится переехать на сам макет и совместить с нашим отверстием потом было на макете нашу эту заготовочку отлично есть видно что здесь у нас их четыре слоя два слоя гравирующих два слоя чистящих и то же самое у нас будет здесь ниже поэтому сейчас будем уже пиклина процесс гравировки штук здесь буду выделять я вам показывать не буду потому что он у меня будет по факту лежать на монетке то есть я буду за экраном выделять нужные места ставить на гравировку ставить либо бесконечно допустим данной ситуации будет выделено отверстие и поставлено бесконечность и програвирую для начала мне нужно будет поделить контуровочку вот это вот то есть мы выделяем контуровку нажимаем на клавиатуре f1 у нас отмечается наша монетка можно как сделать чтобы было именно контур рамка чтобы прям отрисовывал круглешечек но не тащи здесь ни к чему абсолютно готова здесь соответственно мы что делаем ставим стоп нажимаем билет нам этот контур рамка больше не нужно теперь мы выделяем наши четыре оставлю чтобы мне было удобно четыре наших отверстия то есть четыре макета под отверстия вот они у нас выделились видно и нажимаем надеваем очки потому что на 50 ватт ники работать без очков крайне опасно и нажимаем f2 допустим еще вентиляцию нюхать газами вентиляцию и нажимаем f2 это был один пропил чтобы у нас было ну мы не нажимали постоянно f2 нажимаем здесь бесконечно и ждем там примерно где-то секунд 20-30 отверстие там образовалась довольно глубокая ну примерно пол миллиметра могут даже миллиметр даже миллиметр образовался сейчас по сути то мы выделяем полностью все даже вот с этим вот пакетиком с контором допиливает дополнительно чтобы понимали нажимаем 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 f1 что нам не надо мы уже это сделали от центра я сейчас зафиксирую камеру в удобном для вас положении и нажимаем f2 наличие вот и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Смотрите, процесс гравировки будет идти таким образом Я сделал примерно 5-6 проходов, чтобы достичь максимальной глубины Давайте так сделаем после 5-6 проходов, я запущу заново видео и покажу вам, что делать дальше Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нам нужно сделать конкретно хорошую гравировку Тогда мы что делаем? Выбираем именно два слоя То есть это у нас будет слой видно чистящий Следующий будет у нас тоже чистящий Мы можем их выделить оба Нажать Ctrl-C, Ctrl-V Один раз вниз, один раз влево И сделать их полностью красными Под этот слой, под один-два слоя У нас будет скорость 200, мощность 90, частота 50 кГц Без бесконечности, это очень важно И только лишь выделены два слоя Здесь и будет гравироваться только лишь выделенное число Мы их подготовили Переходим под гравировку Сейчас будет прям яркое-яркое пламя Самого лазерного луча И горение самой латуни соответственно И запускаем процесс Продолжение следует... 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 вам это же станок не забудь про работу самого мастера есть компьютеры аренда помещения электричества много много многое другое такого получился у нас фокусируемся на него литонда с горами с весами тот же сам процесс сделан на обратной стороне и в принципе наше изделие готово такая вот тема прикольная всем спасибо за внимание ребят смотрите дальше на канале будем рассказывать более подробно про работу искали какие моменты какие нюансы делаем как все работать что делать как быть